Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Поехали! Какой игрок? Рок, он уже не хочет. Три? Он еще один игрок. Один, два, три. Ты! Я не люблю тебя! 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 Да, ты должен был фринцем! Он сказал, что ты был первым! Я всегда работаю, но я не могу. Ну что, Саш, мы перед второй вашей игрой с Liquid. Расскажи, что ты чувствовал после первой? Потому что это поражение ожидали немного. Чувствовал, что мы очень плохо сыгрались. И все. Над чем работали больше всего после этой игры? Что разбирали? Разбирали Inferno. Разбирали ошибки. В целом разбирали, почему мы так сыграли. Потому что мы дома не проигрывали игры на лане. И было неприятно. Угу. Ну, как, дай анализ следующих игр, которые были. Чувствуешь ли ты, что вы поднабрали форму? И, конкретно, вчера против G2 был такой интересный столбочный матч. И они пикнули против вас, Inferno, после того матча с Liquid. Вот что скажешь об этой игре на тебе? Ну, мы любим набирать форму по ходу турнира. И с героями тоже была игра напряженная на Inferno, как и из G2. Но, в целом, мы по чуть-чуть уже возвращаемся в тот уровень, к которому мы привыкли играть. Из G2, конечно, было сложно. Но, в целом, мы работали больше, чтобы пофиксить Inferno. Цистки карты. Я не знаю. Я не была на обеда, я была там. Или все, что они не знали. Я хотела у тебя спросить, может, что я сказал. Мы еще не знаем, какие будут карты. Но вы обсуждали, что пикнете? Или это откликание? Мы пикаем, должно быть, так же. Ну, они, скорее всего, тоже пикнут Inferno, так же, да? Нет. Они пикали тогда overpass. Андрей думает, что они пикнут Inferno. Я думаю, что они могут также overpass сделать. А третье уже, я думаю, будет мой нашим. Ну, посмотрим, да. Все очень сильно интересуются, почему, когда эта проходка идет командная, один ты в маске, а все остальные нет. Да не знаю, просто... Ищет какую-то мистику. С самыми правилами привыкаешь и по сарходе. Джеймс, ты можешь идти. Нет. Нет. Знаешь, ты часть из нашего fighting. Вы сложите. Да. Здесь паре Senate на View Tech. Он же был тоидным и vote там и goalers. Я думаю, что это будет утно, ну что gehen, если будет пар мне Danner. Я думаю, что появился как Мираже. Мы puisим на Vera自己 А углублен segundo ретро пикачета. Мы победили в чтобыpt X countries. Мы победили на Вертегу, Минометisti, значит, На серии IR Green Drive. Лит Nitantis? Иcode. выяснилось что теперь носки с сиськами больше не являются масти масти вчера были белочки с герои были ленивцы теперь картишки она завтра назад потому что это полон понятно реклама реклама ой теплые классные стильные молодежные я бы не кстати на мажоре было ярик не знаю я не знаю что такие визы закончились передай ему пару приятных слов ну вот смотрите ярослав ты лучший менеджер ну то не справляется неплохо а вот проход показал Уже пойдем взирать еду, что еще делать? Сегодня у нас в меню, ну это какой-то прикол, значит, представьте, нашелкованная морковь с тыквенными семечками и резюмом, и все, как это называется? Сегодня что у нас? Сетселый пайнац рофуцелый, ну ладно, и просто микс салат, и вот тут какая-то загадка, там хлеб, и какая-то шумная дрянь, я не знаю, что это. А тут у нас футболы, макароны и вчерашние рисовые чипсы. Сетселый пайнуц, и все, как говорится. Столы! Режу, стрелай! Парни, Молик Виталите могу дать флеш вам, слышите? Илья, подходи к Денису. Я даю Молик Виталите, парни, и флешку вам дам. Я могу флешку по металку, а снятие? Давай, я дал Молик. Дал флешку. На, Калаш КТ, Калаш КТ слева видел, Саня. Ближе к байзоне, ближе к байзоне. Саня, скину тебе 2 флешки, дашь нам на единицу, на. Молик куда дайдем? Вплешку. Молик. Ты будешь дам Молик, ты будешь... Я дам Молик, ты будешь мотеррибать. Нормально. Должен рассеивание, аккуратно там рассеивание. Да, бы хотел смог, аккуратно, может. По сетке, по сетке с правого лежу. У нас за нами папочки собраны, ждем сегодня еще карту. Тяжелая была, слушай, игра первая, не ожидала, наверное. У меня первая сторона, но во вторую изи-картка. Стренировали, закрыли. Едем дальше. КОНЕЦ ДАНО НЕДУШИ! Уборничайся, нужно забрать. 2, 2,8 вышел. Болик, хоть забрать. Субтитры делал DimaTorzok 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 Найс! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Причем эта площадь одна из самых древних в Каппингагене, она также находится в центре, названа в честь района, где жили и продавали свою продукцию фермеры, то есть Амагер. И также тут есть классный, очень симпатичный фонтан Аистов, который слева от меня. Лично мне этот район очень сильно нравится, даже несмотря на то, что здесь много туристов и сама площадь не супер большая, но здесь как-то очень ярко, я бы так это назвала. Значит, мы прошлись по этому маркету рождественскому, какие отличия мы заметили в сравнении с тем, что мы видели на Королевской площади. В принципе, никаких, все одно и то же, но здесь немножко более компактно. Также мы заметили, что в Каппингагене нет в нашем понимании такой центральной елки, на которой все приходят, гуляют вокруг, фотографируются. Тут как будто их очень много маленьких, разных там оленей, медведей, каких-то елок из прутьев и прочего, и прочего, но нет какой-то вот одной. По крайней мере, мы ее еще не нашли. Надеюсь, найдем все-таки. Но все равно очень мило, очень красиво, площадь невероятная, я прям рекомендую сюда всем ехать в первую очередь, мне как-то здесь нравится больше всего. Насколько экологический транспорт вообще в Каппингагене, что они мало того, что электрокары используют, очень много ездят только на велосипедах, но еще и на конях. Респект, конечно, респект. К югу от площади Амагер находится дворец Кристианборг. Как вы видите, он очень красивый, очень масштабный. В принципе, еще в этом районе очень много достопримечательностей различных, и можно прям такой пеший тур сделать, чем мы, собственно говоря, и займемся. Пойдем, пройдемся, посмотрим, что здесь еще есть из того, что мы могли не загуглить. Спасибо большое, что посмотрели это видео, друзья, надеюсь, вам понравилось, и всем пока!